Всем привет! Сегодня мы поговорим о продуктах для здоровья кишечника. В видео также сможете узнать много полезной информации, поэтому прошу досмотреть ролик до конца. Ещё хочу упомянуть, что наш канал без подписки смотрит целых 73% зрителей. Прошу тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, ценить работу команды, подписаться и нажать на колокольчик. Сделайте так, чтобы кнопка «Подписаться» превратилась в «Вы подписаны». Заранее спасибо и приятного просмотра! Кишечник – важный орган пищеварения, от благополучия которого зависит состояние всего организма и здоровье человека в целом. Из известных 500 видов микроорганизмов, обитающих в человеческом кишечнике, почти 97% относятся к так называемым бесспоровым анаэробам. В здоровом органе происходит симбиотическое взаимодействие между аэробными и анаэробными микроорганизмами, благодаря чему обезвреживаются болезнетворные бактерии и вирусы, всасываются полезные вещества, вырабатываются витамины К, ПП, В, фолиевая кислота, противоопухолевые компоненты, нейтрализуются токсичные продукты распада белкового обмена. В тонком кишечнике происходит расщепление сложных субстанций до простых, например, жиры превращаются в липиды. В процессе пищеварения полезные соединения всасываются по-разному. Белки могут усваиваться в любом отделе тонкого кишечника, а, например, витамин В12 только в подвздошном отделе. Если по каким-либо причинам удаляется этот участок органа, то больному придётся пожизненно колоть витамин В12. В толстом кишечнике завершается пищеварительный процесс и большей частью происходит всасывание воды с последующим удалением непереваренных остатков пищи. Продукты для оздоровления кишечника, способы применения и дозировки. Прежде чем говорить о продуктах, способствующих оздоровлению органа необходимо отметить, что длительный и бесконтрольный приём лекарств, особенно антибиотиков, жирной, мучной, острой, сладкой, солёной, консервированной и богатой трансжирами, углеводами и красительными пищи вызывает нарушение баланса микрофлоры в кишечнике. Наиболее часто встречающиеся признаки такого дисбаланса – вздутие, боли в животе, ощущение тяжести, диарея или запоры. Казалось бы, в общем виде рекомендации потреблять больше растительной пищи и кисломолочных продуктов выглядят достаточно просто выполнимыми, однако людям с непереносимостью лактозы, те же йогурты, кефир, нежирные сорта сыров и другие кисломолочные продукты противопоказаны или рекомендуются к потреблению в очень ограниченном количестве. Что касается отказа от животной пищи в пользу исключительно растительной, сыроедения, фрукторианства, в этом вопросе тоже следует обходиться без крайностей, так как отдельные виды витаминов содержатся только в животном белке и такой дисбаланс в питании очень опасен для растущих детских организмов. Напротив, полностью белковая диета с целью похудения тоже означает стресс для организма, что ставит под сомнение её полезность и эффективность. Условно полезные продукты по выполняемым функциям можно разделить на такие группы, как пробиотики и пребиотики. Пробиотики содержат в себе живые культуры микроорганизмов. Основные их функции – снижение интенсивности воспалительных процессов в кишечнике, улучшение перистальтики и процесса пищеварения в целом, повышение защитных функций организма, предотвращение онкозаболеваний, синтез витамина В12. К пробиотикам относятся кисломолочные продукты – йогурты, без сахара, кефир, молочная сыворотка, ряженка, пахта. В день достаточно потреблять около 200 мл кисломолочных продуктов, чтобы обеспечить организм необходимым количеством пробиотиков. Важно помнить, что нужно соблюдать определённые правила приёма пищи. Не запивать кефиром фруктовые салаты или белковые продукты, свежую или квашеную капусту – это вызывает сильное газообразование и слабит кишечник. Свежий кефир, произведённый менее суток назад, оказывает именно слабительное действие, а простоявший 2-3 дня – укрепляющее. Жирность кисломолочных продуктов не должна превышать 5%, содержание жиров в сыре должно быть не более 40%. В отличие от пробиотиков, пребиотики представлены растительной клетчаткой и сложными углеводами. Они не перевариваются организмом человека, но могут быть ферментированы так называемыми полезными бактериями. Пребиотики увеличивают численность полезных микроорганизмов, например, бифидобактерий, которые необходимы для лечения и профилактики заболеваний эндокринной и сердечно-сосудистой систем. К продуктам с высоким содержанием пребиотиков относятся бобовые, фасоль, соя, нут, фрукты, отруби, цельнозерновой хлеб, крупы из нешлифованного зерна, кукурузная, ячменная, рисовая, овсяная, гречневая, лук, чеснок, артишоки. Клетчатка, которую правильнее назвать растительными волокнами, делится на несколько типов. Выделяют так называемые грубые волокна, они не растворяются в пищеварительном тракте и действуют как своего рода щёткой для стенок кишечника, очищая их и улучшая перистальтику. Такое действие оказывают отруби, волокна капусты, сырой свёклы, моркови. Недаром салат из этих овощей так и называется щётка или метёлка. При чрезмерном потреблении грубоволокнистой пищи организм отвечает повышенным газообразованием, болями в животе, замедляется процесс усвоения витаминов. Растворимая клетчатка отличается тем, что при всасывании воды набухает, превращаясь в желе, способствуя размягчению каловых масс, тем самым успешно борется с запорами. Благодаря этому из организма удаляются желчные кислоты, холестерин, непереваренные остатки пищи, находящиеся в толстом кишечнике. Кроме того, растворимая клетчатка существенно снижает риск развития диабета второго типа, колоректального рака и геморроя, заболеваний сердечно-сосудистой системы. К продуктам с высоким содержанием растворимой растительной клетчатки относятся яблоки, груши, сливы, абрикосы, персики, огурцы, бананы, чернослив, тыква в запечённом виде или приготовленная на пару. Выделяют также пектин, он способствует снижению уровня холестерина и всасывания сахара, что важно для больных с сахарным диабетом. Пектин содержится в картофеле, белокочанной и цветной капусте, зелёных бобах, цитрусовых, яблоках с кожурой, клубники в соках с мякотью. Аналогичное действие оказывает и камедь, присутствующая в овсяной крупе и хлопьях, а также в бобовых. Лигнин способствует снижению уровня холестерина, улучшает процесс пищеварения за счёт связывания желчных кислот. Этот вид клетчатки в большом количестве содержится в клубнике, баклажанах, редиске, злаках. В день необходимо потреблять около 30 граммов разных видов клетчатки. Перекос в сторону только грубоволокнистой или растворимой одинаково негативно скажется на работе кишечника. Общие требования к питанию. Продукты, богатые полезными веществами, необходимо потреблять, исходя из таких факторов, как режим питания, предпочтительный дробный 5-6 раз в день небольшими порциями, количество потребляемой чистой воды. Для мужчин расчёт нормы жидкости составляет 30 граммов чистой воды на килограмм тела, для женщин 20-25 граммов. Также общая сочетаемость продуктов и привычный рацион. К продуктам, богатым клетчаткой грубоволокнистого типа, относят цельнозерновой хлеб или хлеб из муки грубого помола лучше из ржаной. Достаточно 2-3 кусочков в день, чтобы поддержать необходимое количество сахара в крови при условии отказа от сладкой выпечки, сладостей и газированных напитков и обеспечить нормальный режим работы кишечника. Отруби злаковые. При приёме одной тарелки овсяной каши организм получает более 10 граммов клетчатки, что составляет четверть суточной потребности. Кроме того, содержащийся во все крахмал надолго оставляет ощущение сытости, снижая тем самым риск переедания, из-за чего овсяную крупу рекомендуют включить в рацион с целью похудения. Бобовые, особенно чечевица, содержат от 13 до 16 граммов клетчатки. В чечевице также есть цинк и железо, они способствуют выведению токсинов из организма. Единственное условие – чечевицу необходимо постепенно вводить в рацион, так как у людей, непривычных к бобовым, может наблюдаться повышенное газообразование и неприятные боли в животе. Зерна бобовых нужно предварительно замачивать в холодной воде перед варкой хотя бы на час-полтора. Супы делать достаточно жидкими, так как в процессе пищеварения бобовые впитывают жидкость. Если её будет недостаточно, человек будет испытывать чувство тяжести и распирания в области живота. Ягоды. В одной чашке свежей или замороженной малины содержится 6-8 граммов клетчатки и около 60 килокалорий. Полезны также ягоды клубники, чёрной смородины, крыжовника, черники. Авокадо. Один плод средних размеров содержит до 12 граммов клетчатки. Плоды помогают улучшить перистальтику кишечника, предотвращают запоры, положительно влияют на состояние микрофлоры кишечника. Орехи. Фисташки, кешью, миндаль и другие виды орехов способствуют снижению холестерина, улучшают состояние кровеносных сосудов. Например, в порции миндаля весом в 30 граммов присутствуют ненасыщенные жирные кислоты, белки, клетчатка – 3,5 грамма. Ежедневное потребление орехов необходимо исключить лицам с нарушением функций печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. Груша полезна содержанием фруктозы, для усвоения которой не требуется инсулин. В одном плоде средних размеров 5 граммов растворимой клетчатки, благодаря чему грушу можно рекомендовать как профилактическое средство от запоров и при болезнях поджелудочной. Семена льна богаты содержанием как грубой, так и растворимой клетчатки. Содержащаяся в них слизь способствует выведению непереваренных остатков пищи из организма, нейтрализует токсины. Льняное масло холодного отжима рекомендуют для питания людям с онкозаболеваниями. Его нужно принимать натощак по утрам по 1 столовой ложке в день для профилактики запоров. Масло является источником жирных кислот и полезного холестерина. Сухофрукты. Среди них особое место занимает чернослив, половина стакана продукта содержит почти 4 грамма клетчатки. Изюм, тёмный и светлый, инжир, финики, курага и другие можно использовать как лёгкий, но калорийный перекус на протяжении дня. Ограничение. Наличие сахарного диабета, так как в сухофруктах содержится большое количество сахара. В день достаточно съедать до 80 граммов сухофруктов разных видов, чтобы восполнить 16% суточной дозы клетчатки. Зелёные овощи. В одной чашке листовых овощей содержится 4-5 граммов нерастворимой клетчатки, а также железо и бета-каротин. К овощам с высоким содержанием клетчатки также относят разные виды капусты, брокколи, совойская, кальраби, цветная, кабачки, цукини, сельдерей, спарша, зелёный болгарский перец, огурцы, редька, в том числе чёрная, шпинат. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Ещё буду благодарна, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими. С вами был канал Человеческий Организм. До новых встреч!